Из многих достойных должен остаться только один. Жителям российских регионов предложили выбрать выдающихся соотечественников, чьи имена будут присвоены крупнейшим аэропортам страны. О смене привычных названий речь не идет, их просто дополнят. Всего 47 аэропортов, в том числе и аэропорт Симферополь. Инициативу обсудим с нашими гостями в студии Владимир Дегтярев, руководитель аппарата Общественной палаты Республики Крым, и Ольга Сергеева, архитектор, искусствовед, историк, член правления Союза архитекторов Крыма. Господа, кто бы мог подумать, что это голосование вызовет столько обсуждений, столько мнений, зачастую недовольство. Впрочем, понятно, великих имен много, а аэропортов раз-два и обчелся. Владимир Николаевич, для меня до сих пор непонятно, как и по каким критериям определяли те имена, которые будут участвовать в этом голосовании? Ну, я хотел бы начать сначала. Мы, собственно, в начале и начинали. Да, да. Во-первых, инициаторами проведения этого конкурса выступило общество русской словесности, российское историческое общество, российское военно-историческое общество и российское географическое общество. И они определили совместно с общественной палатой России о том, что участвовать в этом конкурсе будут только лишь те представители культуры, искусства, те люди, которые внесли большой клад в дело развития и становление России. Политики, те, которые, ну, вы прекрасно понимаете, что отношение к политикам далеко не однозначно у той или иной части населения, тем более даже у тех политиков, имена которых на слуху у нас сейчас постоянно. Поэтому было принято решение о том, что политические деятели, которые действовали в течение 100 последних лет, их имена в конкурсе участвовать не будут. Определено было оргкомитетом о том, что 45 международных аэропортов России должны будут определиться, точнее мы должны будем с вами определиться, как они будут называться. То есть, какое, чье имя будет присвоено тому или иному аэропорту. Владимир Николаевич, ну мы предысторию, наверное, все знаем. Вот я задаю конкретный вопрос о том, вот какими критериями руководствовались, когда определяли вот условно эти там 10-11 имен, среди которых уже россияне должны быть. Критерии, в первую очередь, это человек, тот деятель культуры, искусства, предположим, науки. Во-первых, он должен быть известен не только лишь в своем регионе, он должен быть известен во всей России и в мировом, и во всем мире. Это первое. Второе, это человек, чье имя мы будем выбирать, он должен был в своей деятельности, он должен был... То есть, вы выбрали самых известных и самых заслуженных? Да, высоко значимый, и его, кажется, деятельность должна была повлиять в той или иной мере на развитие культуры, искусства. Изначально, насколько я знаю, была, допустим, выборка по Крыму, 800 респондентов, да, происходил соцопрос в телефонном формате. Не знаю, вот лично мне никто не звонил, моим друзьям, знакомым, коллегам никто не звонил. Ольга Ильинична, вам звонили? Нет, конечно. А вам, Владимир Николаевич? Очень много. А почему? Вот получается, общественная палата выбирает все-таки, а не люди. Вам звонили, а нам не звонили. Или вы чисто случайно член общественной палаты, и вам позвонили? Ну, я, во-первых, не член общественной палаты, я руководитель аппарата. Но, значит, нам в аппарат, то есть в общественную палату, постоянно поступали звонки, сначала объявления этого конкурса, о тех именах, которые люди предлагали нашему, присвоить нашему аэропорту Симферополь. Соответственно, сформировался уже такой, какой-то определенный список. Члены палаты тоже в этом участвовали, и 16 октября на расширенном заседании Совета общественной палаты был сформирован список из 10 фамилий. Почему именно из 10? Потому что это определено условиями конкурса. А почему увеличилось? Потом 11 стало? Увеличилось, потому что потом, после того, как был сформирован первоначальный список, была возможность жителям Крыма, гражданам России, носить дополнительные имена. Это специально, значит, было сделано для того, чтобы не зацикливаться на этих 10, которых вы предложили. Да, которых предложила региональная общественная палата, в частности, общественная палата Республики Крым. Ольга Леонидовична, есть такое мнение, что все-таки названия для имена аэропортов, они должны быть связаны с полетами, с самолетостроением. Может, все-таки стоило бы вот этому уделить внимание? Причем тут Екатерина II при своем уважении? Совсем не обязательно. Аэропорт Кеннеди, аэропорт Шарля де Голля, есть аэропорты, названные именами первых руководителей государства. У нас тоже в списке сейчас осталось имя одного из первых руководителей государства. Ну вот проспект Путина, допустим, есть в Чечне, а почему бы, допустим, аэропорт Симферополя не назвать? А вообще были такие предложения? Было, нет? Много было предложений. Звонили, писали о том, чтобы назвать аэропорт Симферополь именем Владимира Владимировича Путина. А почему вы тогда не прислушались к общественности, если было много таких обращений? Условия конкурса определены четко. Политические деятели, которые действовали в течение последних 100 лет, их имена в конкурсе не участвуют. Ровно 100 лет, да? Да. Николай II прошел в Мурманске, да, в финал? Ну, насчет Мурманска я, кажется... Ну, продолжим тему, Ольга Ильинична. Вот все-таки для кого мы называем аэропорт? Нужно понять. Для себя самих, для крымчан, для россиян в целом, или для тех людей, которые прилетают сюда, которые видят нашу воздушную гавань, которая у нас на слуху постоянно, которая запоминается. Есть личности, популярные среди россиян, которых все мы знаем, но которые, допустим, менее популярны во всем мире, да, или которых просто даже в других странах не знают. Допустим, в Польше назвали аэропорт именем Шопена. Ну, все знают, абсолютно все, наверное, знают этого классика, да? Да, узнаваемо, запоминаемо. А если бы назвали в честь какого-нибудь там Юзефа Квятека, вам это имя о чем-то говорит? Нет. Вот, то же самое у нас. Может, стоило бы сделать акцент на узнаваемости, как вы считаете? Либо на узнаваемости, либо на том, чтобы разбудить интерес. То есть так тоже можно, так тоже можно подходить. Но как ни крути, театр начинается с вешалки, а корабль, как вы и назовете, так он и поплавил. Но вы вот после эфира загуглите, кто такой Юзеф Квятек? Ну, конечно, обязательно. Вот, я не знаю, кто это такой. Это польский революционер. Ну, вот почему, понятно, мы определились, да, что было 10, потом добавили из-за того, что общественность диктовала свои условия, она хотела видеть своих кандидатов дополнительно. Но вот хотелось бы разобраться непосредственно в системе голосования. У нас на полуострове голосуют только крымчане, или любой житель страны может проголосовать за имя для Симферопольского аэропорта? Ну, голосование началось вот с 8 числа, оно будет продолжаться до 30 ноября включительно. И голосовать согласно положению о конкурсе имеет право все граждане Российской Федерации. То есть, условно, я могу проголосовать там в Омске за летом, да? Ну, один раз. Один голос, один аэропорт. Вот таковы условия. Ну, я вам хочу сказать, что сейчас там через одного школьники расскажут вам, как накручивать голоса. Вот где гарантии, что эти голоса не будут накручены? Как защищена система? Ну, оргкомитет и общественная палата России нас уверила в том, что именно вот в этом плане накрутить голоса не получится. Потому что они определили, каким образом будет проходить идентификация того или иного человека на сайте великимина.рф, где проходит голосование. И каким образом будут определяться принадлежность той или иной анкеты, которая пустит в урну для голосования люди в аэропорту. Или же где-то на стойке, брендированной стойке, которую размещают сейчас общероссийское движение «Волонтеры Победы». То есть, кроме онлайн-голосований, есть еще и материальные, да? Да, да. И можно проголосовать на сайте, можно проголосовать в социальных сетях. И причем при регистрации в период голосования в обязательном порядке это либо через свой аккаунт в одной из социальных сетей, либо с помощью смс-кода через мобильный телефон. Ольга, а как вы оцениваете шансы наших кандидатов, нашей тройки, которые вышли? Ну, во-первых, я считаю, что любой из них при жизни, если бы ему сказали, он бы так обрадовался. И Екатерина бы обрадовалась, и Нахимов бы обрадовался. И ваше дело, что Екатерина бы всем объяснила, конечно, какое должно быть имя. Но не мы в этом делаем, они все достойные люди. И вот говорить о том, что, например, по национальному признаку мы все крымчане, независимо от того, какая у нас национальность, мы все крымчане. Поэтому мы все прославляем Крым, и те, кто до нас раньше своей деятельностью Крым прославлял, они все достойные имена. А сами-то голосовали? Вы знаете, та кандидатура, за которую голосовал, не прошла, и мне очень жаль. Почему жаль? Потому что у крымчан был шанс сделать название такое, которого нет в мире. Давайте обсудим, если это не секрет. Аэропорт именем Святого. По всей видимости, Ольга, вы не голосовали, а просто вы вносили дополнительное имя в список. И вносила, и да. Ну, вот был шанс вот это имя не отсеивать, воина Есенецкого. Мы говорим, да, о святителе Дуке. И там, по-моему, еще Владимир Великий был. Да, да. Два святых. Вот такого в мире нет. Вот это вот очень интересно. Но, с другой стороны, вот Луку, ну, знают, безусловно, у нас, знают в Греции. Да, Луку мы бы прославили себя и отношения к Крыму. Владимир Великий, это вообще человек известный, который Русь крестил. Это вот то, что касается святых. Ну, следующее за этим идет, конечно, женское имя, которого тоже, по-моему, нет в мире. Может быть, Индирогандия, я не знаю. Ну, вообще-то больше. Есть Индирогандия. Есть аэропорт в Индии, по-моему, в Дели, назван именем Индирогандии. Да. Конечно, было бы приятно. Ну, вот Адмагдхан Султан, он в Махачкале есть уже, поэтому это только путать навигацию. А дальше? Дальше, ну, никто из них, конечно, к воздухоплаванию, они даже не знали, что такое самолет при жизни, при своей. Ни Айвазовский, ни Екатерина Великая, ни Нахимов. Ни Шопен, но это, на ваш взгляд, не помешает? Нет, это абсолютно нет. Нет, ну, конечно, вот такой герой, как Адмагдхан Султан, я считаю, это было бы здорово. И еще есть еще один момент. Да, но в этом случае Дагестан нас опередил. Да, они нас намного опередили. Ну, я считаю так, что если они уже все достойны, то тут есть один аспект, о котором я думала еще изначально. Есть один аспект, это аспект благозвучия. То есть, вот вы, слава богу, исключили имя Чехова. Вот как бы Сюардесса говорила бы, куда мы прилетаем, дальше бы общий следовало по звуку. Ну, то есть, есть моменты, вот звуки А, О, У, Э, И, это золотые правила для написания гимна, для названий. И, естественно, что, например, Екатерина, там есть А, Екатерина, два А, на Нахимове одно А. В Айвазовском два А. Это плохо или хорошо? Нет, вот надо сейчас уже поблагозвучить, как мы это слышать будем, потому что они все достойные люди. Ну, все-таки не фамилия, как раз, человек, а человек фамилию, да, поэтому фамилию не выбирают. Ну, потом, конечно, Айвазовский и Екатерина Великая, это мировой величины известные. Вот, поэтому, конечно, решать крымчанам. Я, конечно, буду голосовать. Вот, я не буду говорить, за кого я буду голосовать. Ну, я сказала, что мы с вами. Ну, я, кстати, уже могу сказать, что на сегодня, на сайте великие именно.рф там обновляется каждый день к 12.00 количество проголосовавших. Ну, вот из трех имен наибольшее количество, ну, это не агитация, я сразу подчеркиваю, это я просто констатирую факт. За Айвазовского проголосовало более пяти тысяч с половиной человек, значит, за Екатерину Великую три тысячи триста, более, и за Павла Нахимова около трех тысяч человек. Это предварительный результат. Ну, знаете, я вот... Ежедневно эти сведения обновляются. У нас три кандидата, но я вот просматривал списки финалистов и заметил, что в различных регионах по-разному. Где-то три финалиста, где-то четыре финалиста. Почему так? Я считаю, что это, в первую очередь, нарушение условий конкурса, просто-напросто. Потому что из этих вот десяти человек, и потом из добавленных еще, предположим, имен, Всероссийский центр исследования общественного мнения, ВЦИОМ, он, соответственно, анонимным опросом определил тех... ту тройку, которая вот лидирует. И даже... А кто нарушил эти правила, если так? Ну, по всей видимости, может быть, я так думаю, что это, может быть, нарушено было, потому что, может быть, совпало количество, потому что опрос был анонимный. Ну, я читал именно об этом. Условно здесь три тысячи, и здесь три тысячи. По всей видимости, да. И, может быть, для того, чтобы, скажем так, не возбуждать общественный, скажем так, резонанс в этом отношении и поддержать, и все-таки выборы люди будут делать сами, ну, было принято такое решение. Владимир Галыш, тем не менее, эта тема, она связана с небольшими скандалами, да, в различных регионах Российской Федерации. Взять тот же Омск, да, там развернулась общественная компания, дать название аэропорту Омска имени Егора Летова. Петиции пишут многие известные общественные деятели, журналисты, музыканты, они отстаивают эту позицию. Вот в таких случаях к мнению людей прислушаются? Или уже поздно? К мнению общества, к мнению людей, ну, всегда нужно прислушиваться. Другой вопрос в том, что насколько это массово идет эта поддержка этого имени. Ну, вот там петиции, если не ошибаюсь, уже около 4 тысяч подписей там. Ну, 4 тысячи подписей, это, я бы не сказал, что это много. Это больше, чем у Нахимова сейчас? Ну, это больше, чем у Нахимова сейчас, но меньше, чем у Айвазовского тоже сейчас, например. И поэтому надо смотреть, сколько людей проголосовало в целом, и сколько людей проголосовало за то или иное имя. А так, естественно, итог будет подводиться по количеству проголосовавших. Поэтому именно называется это общенациональный комплекс. Да, Ольга Ильична. Я думаю, что еще большое значение имеет, конечно, образ. Образ Крыма и образ самого нового аэропорта, который просто, конечно, красавец. И вот этот образ Крымской волны, ассоциации с маринистом. Крымская волна, кстати, его общественность уже так называют, да? Да, да, да. И вот ассоциации с художником-маринистом, они дают вот это первенство сегодня в пользу Айвазовска. Ну, и, конечно, он непревзойденный художник, который рисовал крымскую волну. Он рисовал, он крымчанин. Владимир Николаевич, ну вот еще один непонятный для меня момент, связанный с правилами. На сайте конкурса пишут, процитирую. В качестве имен претендентов для названия аэропортов не могут рассматривать имена, которые уже носят аэропорты в субъектах Российской Федерации, да? А вот та же Екатерина II, сейчас она лидирует в нескольких субъектах Российской Федерации, да? А вот как делить государню будем? Вот как будут делить Лермонтова, Чкалова, другие фамилии там в различных регионах, где они, по сути, сейчас находятся в финалистах? Ну, я думаю, что должен будет наступить какой-то пятый этап конкурса в этом случае. Тянуть жребий? Ну, жребий не жребий, но, по крайней мере, надо будет объяснить людям о том, что не может быть несколько аэропортов, названных одним и тем же именем. Ну, в принципе, может, но я не вижу в этом необходимости. Владимир, вот объективно, и в Крыму, и в Краснодаре Екатерина II в списке финалистов. Вот в этом случае, вот сейчас она вырывается вперед, да, обходит Айвазовского, и в Краснодаре точно так же. А что делать будем? Отдадим наше название краснодарцам или будем требовать справедливости? Вот как в этом случае поступать? Давайте мы сначала дождемся окончания голосования и посмотрим, кто победит в Краснодарском крае и кто победит в Крыму. А после этого... Мне кажется, что вы уже наверняка знаете, кто где победит, нет? Складывается такое впечатление. Как я могу знать, только голосование только началось. Оно закончится только лишь 30 ноября. Поэтому после 30-го будем подводить итоги, будем принимать какое-то решение по тому или иному еде. Но вот механизм определения... Почнее, не мы будем принимать решение, а... Механизм определения победителя, это все-таки просто большинством голосов. Да. Я правильно понимаю? Да. И вот в любом случае переименование, оно будет связано с какими-то финансовыми затратами. В этом случае... Нет, нет, я сразу извините, я вас прерву. Никаких финансовых затрат ни аэропорты, ни администрации какие-либо, они не понесут. Это было одним из условий конкурса. То есть аэропорт, как был международный аэропорт Симферополь, он так и будет. Но просто будут добавляться к этому названию тогда, когда будут объявляться для пассажиров или еще где-то. То есть вывесок, табличек, ничего не будет. Будет, скорее, какие-то, да, будут какие-то вывески, таблички. Ну, я не думаю, что это настолько будет ударить по карману. А за чей счет? По карману чего? Аэропорта. Аэропорта. Тем более, что аэропорт, он сам заинтересован в том, чтобы носить имя великого человека и каким-то образом обыгрывать это имя не только лишь в звучании, а еще и в том, чтобы каким-то образом оформить этот аэропорт, каким-то образом сделать там какие-то выставки, предположим, посвященные деятельности того или иного великого человека. Ну, это интересно, это привлекает, это заинтересовывает, это воспитывает, в конце концов. Ольга Леонидович, ну вот действительно, если говорить о тех целях, которые преследуют такая инициатива, это в первую очередь самоидентификация самого аэропорта, да? Или действительно, как вот позиционируют общественники, которые эту инициативу и выдвинули, что это каким-то образом воспитывает патриотизм, прививает его духовно-культурные ценности, опять же? Очень благородная идея, очень. И она беспрецедентна, опять же, вот в мире. То есть государство решило увековечить своих деятелей в разных центральных аэропортах, имена эти, чтобы звучать. Человек жив, пока живет имя, пока его произносят. Поэтому это обязательно должно случиться, и мы очень рады в этом участвовать. Мы же все время там обсуждаем, где что взорвано, кто кого расстреляет, а тут вдруг вот такая вот идея, и она, естественно, объединяет. Владимир Николаевич, а безусловно, аэропорт, да, это, наверное, первый в списке. А есть ли в планах переименовать какие-нибудь крупные железнодорожные вокзалы? Вот, может быть, какие-то другие объекты, инфраструктуры? Мост железнодорожный открылся, вот. Ну, пока таких планов еще нет, но почему бы... Ну, эту инициативу спускают сверху, или вот, допустим, у нас Общественная палата Республики Крым может инициировать свой какой-то проект? Да, мы, Общественная палата имеет на это право, и если это будет, скажем так, поддержано обществом, гражданским обществом Крыма, то, естественно, мы инициируем это. А была такая инициатива, по Амедхан Султану инициатива была в начале 2000-х, вот там первая пятилетка, вот в 2000-х инициатива на исполком выходила, такая Амедхан Султана. Ну, собственно, и родилась еще одна идея. Господа, ну, напомню, что на основании соцопросов уже сформирован шорт-лист, в честь которых, аэропортов, в честь которых могут, известных людей, в честь которых могут назвать аэропорты, 47 аэропортов по всей стране. 45. Уже 45, да? А изначально была цифра 47? Изначально 45 аэропортов, список приведен в положение оргкомитета. А вот в этом случае, дополнительный тогда вопрос у меня созрел, аэропорты сами определяли, что вот, да, мы хотим носить приставочку известного человека и его фамилию. Ну, конечно. Были те, которые отказывались? Понимаете, нет, я не думаю, что были те, которые отказывались, но просто не знаю, просто не знаю таких случаев. А общественная палата России, которая является основным организатором этого конкурса, скажем так, если можно так сказать, модератором, она, конечно же, согласовала с каждым из аэропортов включение его в список. Странно, потому что во многих социальных сетях, в средствах массовой информации фигурирует цифра 47 аэропортов. Ну, вот передо мной положение, я специально его взял на сегодняшнюю передачу, здесь вот он список всех аэропортов, которые 45, последний Якутск. Ну, в любом случае, 45 имен известных россиян или тех людей, которые действительно осуществили значительный вклад в историю науку, культуру нашей страны. Окончательное голосование завершится 30 ноября. Из многих достойных в каждом регионе останется только один. Господа, вам спасибо за беседу, зрителям за внимание. Увидимся завтра в это же время в прямом эфире программы «Вечерлайф» и обсудим то, что обсудим.